На лёд, ребята, не выводим, потому что лёд жалости и грушек, он не прощает. И первое пожелание на своеобразном уроке ОБЖ от инспектора МЧС – ребята, не ходите одни на лёд. А потом разговор заходит о конкретных случаях, которые происходят с непослушными детьми. А можно ли вообще лёд пробовать удары на ноги? Нет, я не могу. В любом случае, для этого, для этого, сейчас я вам покажу, какие принадлежности должны иметь в себе ваш инструктор, сопровождающий. Инспектор МЧС привёз с собой спасательное оборудование и два видеофильма, обучающие правилам поведения на льду. Мы проводим профилактические занятия со школьниками, учащимся в общеобразовательных учреждениях в связи с тем, что на водоёмах идёт становление льда. А поскольку ребятишки-школьники – это группа риска, которым надо всё проверить, всё пощупать, и, как правило, они проваливаются под лёд, вот чтобы не произошло трагедии, беды, мы вот эти занятия проводим в школах. Заместитель директора по профилактике правонарушений говорит, что в школе много внимания уделяется безопасности детей. И для проведения уроков часто приглашаются профессионалы из соответствующих служб. Это и профилактика пожаров, и дорожно-транспортных происшествий. Сейчас в связи с тем, что мы рядом с водными объектами находимся, наш город, то есть есть опасность выхода детей на лёд, который ещё очень тонкий, где-то образовался, где-то нет. Обычно такие мероприятия по безопасности на водоёмах мы проводим в осенний период, ближе к зимнему, потому что дети ходят с родителями на рыбалку. Вот какие-то есть места, где действительно есть тёплые течения, и вот эта опасность попадания под лёд. Сегодня Денис Абаскалов рассказал учащимся, как пользоваться спасательным жилетом, и какую спасательную верёвку с петлёй и поплавками на ней надо иметь обязательно, выходя на лёд. Также он попросил проявлять особую осторожность в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются тёплые источные воды промышленных предприятий. То, что правила на льду как себя надо вести, то, что им можно пропалиться запросто. Я сразу встал. Что ещё скажешь? Что есть как бы... Испробовал просто ударами ноги. Кого? Толщина льда. Например, в зависимости от цвета можно определить, какой лёд толстый или тонкий. Нельзя ходить одним на лёд. В завершении урока сотрудник ГИМС выразил уверенность, что ребята, получив новые знания, не попадут в чрезвычайную ситуацию. Ведь первые жертвы беспечных прогулок по неокрепшему льду в этом сезоне уже есть. Именно по Полевскому и городскому округу один погибший и четверо пострадавших провалившихся под лёд. Итого пять человек. Это верхний или южный пруд в Полевском и городском округе и Голубочинский пруд. Потому что лёд очень нынче коварный. Лёд начал рано встановиться. Сразу снег на него упал. Соответственно, промерзание льда замедлилось. Имеются промоины. К сожалению, рыбаки не следуют нашим рекомендациям и выходят на лёд. Соответственно, итог такой, что человек проваливается. Ольга Фролова, Алексей Крепанов. Новости. Твой день.